Канал. Вот блиц обзоры. Здесь вас ждут обзоры на танки, баги на разных картах, покатушки в рандоме, даже взвода с подписчиками. Поэтому не пропустите отличный момент покатать на стриме. Друзья, на 4 лайка выйдет новое видео, давайте поможем парню. Ссылочка на канал в описании. За подписку тоже не забудьте. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok В целом, невелика потеря. Кстати, я обвесы за все время, сколько играю в Блиц, ни разу не покупал. А как вы относитесь к обвесам? Покупали хоть раз? Напишите в комментарии. Еще в конце 2018 года разработчики спойлерили отметки на стволе. А точнее, были оправданные слухи, что работа вовсю идет полным ходом. Но-но-но, есть одно маленькое но. Отметки на стволе пока не планируется вводить из-за низкой производительности слабых устройств. Зато у меня есть танк, где реализовано подобие отметок на стволе. Кстати, насчет потери фпс ПК в снайперском режиме, это небольшой баг, который обязательно будет исправлен в обновлении 6.3. Так что не волнуйтесь. А с приходом патча 6.3 в рандом ворвутся новые танки с механизмом до зарядки барабана. И я на 100% уверен, что ты... А вот на вопрос, стоит ли ждать шведский ПТ-САУ во главе с СТРВ-103Б, с их уникальным осадным режимом, где нужно привыкнуть к управлению... Я же тебя учил! Вверх и вниз! Ждать в 2019 году точно не стоит. Так что расходимся. У всех ПТ-лодов чисто траур. А теперь о наболевшем. Если раньше были маленькие шансы на ввод японских ТТ в игру, то сейчас окончательно нам дали понять, что в Блице огромных япошек не будет. Вот никогда не будет японских ТТ в Блице. А вот что насчет новой ветки? Ну, даю наводку. Следующая ветка будет без барабанов. Да ладно? Скорее всего, это будет небольшая подветка, которая переходит от игра Порше на 8 уровень, а десяткой будет ВК-90-01П. Но это не точно. Кстати, если у вас уже вкачаны все перки в игре, то можете расслабиться, новых перков все равно не будет. Зато разработчики дали понять, что обучение в игре это главная задача. Особенно если игрок откатал тысячу боев на ТТ, а потом резко пересел на ПТ-САУ. Естественно, чтобы не сливать бои и не ехать на ТТ-позиции, ему будет представлен небольшой гайд по позициям и стилю игры на ПТ-САУ. И почему у самоходки нет башни? Тоже немаловажный вопрос для новичка, откатавшего столько боев на ТТ. А вот система чата будет переработана из-за жалоб и неспортивного поведения. Кстати, карта Мираж, возможно, будет выведена из игры. Ну, а теперь новый режим. Думаю, стоит ждать совсем скоро, и будет он точно на Хэллоуин. Как говорил Стальной Лев, скорее всего, это будет зомби-режим, как уже было реализовано в ББ, где против игроков сражался искусственный интеллект, то есть боты. А для тебя важна цель – выжить. И тогда был взвод на 5 человек. Если в Блице будет возможность играть втроем, то это будет просто пушка. Не зря же в ролике показали 3 танка. Кстати, видос про взвод на 3 человека уже есть на канале. И да, что ты думаешь на этот счет? Пиши свое мнение в комментарии. А подобные видео на канале Ужратый Гусениц и Стальной Лев я добавлю в подсказки, если тебе интересно узнать чуть больше инфы о новом режиме. Не забывай, если лайк ты не прожал, то твой танк стрелять не стал. Ну а если подписался, то в канаве не остался. Ну а раз и колокол прожал, то твой ствол долинее стал. Играйте только в качественные игры, если вам, конечно, есть чего играть. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok